Пенсионный фонд с сегодняшнего дня начал прием заявлений на новые ежемесячные социальные выплаты. Они коснутся одиноких родителей и беременных женщин. Главный критерий – нуждаемость. Величина выплат будет зависеть от уровня прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения, или и ребенка составит половину от него. Так, для беременных женщин 6200 рублей в месяц, на детей 6250. Это коснется в первую очередь там, где действительно родитель один воспитывает детей от 8 до 17 лет. И второй случай, когда родитель также один воспитывает ребенка, но в отношении этого ребенка имеется судебное решение о выплате алиментов. Опекуны также могут обращаться с заявлениями, если дети остались без попечения родителей. Единственное исключение здесь будет касаться детей, которые находятся на государственном обеспечении на полном. Главное условие для начисления выплат – доход на одного члена семьи не должен превышать величины прожиточного минимума в регионе. Родители обязаны работать в течение года или же стоять на учете в центре занятости населения. Без уважительных причин, а они четко прописаны в правительственном постановлении, сидеть дома можно не больше двух месяцев в году. Еще ключевой момент – учет движимого и недвижимого имущества в семье. То есть наличие двух машин – мотоциклов, гаражей, квартир или домов и земельных участков – будет явным поводом для отказа в назначении пособия. Все эти условия распространяются и на беременных женщин. Плюс к этому будущие мамы обязаны встать на учет в женские консультации на ранних сроках, то есть до 12 недель, и регулярно посещать врача вплоть до родов. Прием заявлений на новую категорию выплат стартовал сегодня. Подать документы можно через портал госуслуги или обратившись лично в пенсионный фонд по месту регистрации. Отметим, за первые рабочие часы уже поступило больше 160 заявлений. По каждому решение будет приниматься максимум 20 дней. В случае положительного ответа пособия начислят на банковский счет в месяце, следующий – за месяцем обращения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok